В 2020 году на развитие рыбного хозяйства в Краснодарском крае направлено 30,5 миллионов рублей. Отрасль по ключевым экономическим показателям демонстрирует положительную динамику. За 2019 год на Кубани произведено более 21 тысячи тонн товарной рыбы, что значительно превышает результат минувшего года. Надо ли говорить, что в этом достижении есть более чем весомый вклад славянских дружников отрасли? Зеркала прудов Шапареевского рыбколхоза были совсем гладкие. Погода в день приезда нашей съемочной группы стояла хорошая, теплая для конца октября. У рыбаков кипела работа. В рыбоуловителе очень много рыбы. Здесь работают проверенные технологии. Рыба ловится на ток свежей воды, она идет в уловитель против течения, следуя инстинкту. Рыбаки сортируют рыбу. Одна идет на переработку в собственный цех, другая – на реализацию потребителю. Шапареевский рыбколхоз был создан еще в 1960 году. За годы работы он, как и вся наша страна, переживал не самые легкие времена и все же преодолевал все трудности. В коллективе смогли сохранить главное – желание успешно работать и развиваться с опорой на большой накопленный опыт. Опыта и энтузиазма вполне хватает и у главного рыбовода хозяйства Владимира Кривохижина, который работает здесь уже около 40 лет. Он уверен, что хозяйство – одно из лучших в отрасли и перспективное. Хозяйство является полносистемным, то есть имеет свой инкубационный цех, нагульные, выростные, маточные, в общем, все категории прудов, необходимые для полносистемного оборота. То есть мы выращиваем от икринки до товарной массы. Основная, конечно, позиция – это выращивание товарной рыбы. В год мы выращиваем 900 до 900 тонн, 800-900 тонн товарной рыбы. Ну, идет по мере реализации. Вот так вот. Где-то до 300 тонн рыбопосадочного материала, то есть сигалеточки. Ну, и где-то до 100 миллионов штук личинок карпа и растительных рыб. Рыбколхоз является племенным репродуктором по белому толстолобику. В настоящее время идет облов прудов. Работают и с сигалеткой, ее пересаживают в нагульные пруды. Делается все необходимое, чтобы обеспечить постоянное производство товарной рыбы. Вот этот пруд мы уже вот сейчас как раз в данный момент облавливаем. Мы сейчас можем посмотреть толстолобик и везем на свой рыбообрабатывающий цех. У нас, собственно, переработка вяленая, копченая, горячего копчения рыба. Ну, а карпы отсаживаются в живом виде на реализацию. Отличная селекционная работа вместе с хорошим натуральным кормом – вот секреты успеха. Конечно, все эти плюсы не действуют без прекрасного коллектива. Работа все-таки специфическая бывает. Это летом вроде хорошо, а зимой, когда холодная вода, постоянно в спецовке, руки всегда мокрые. Ну, понятно, тут у нас многие работают в династии. В династии Курича Евгения Павловича, его сыновья работают оба в хозяйстве. Поколение слабого. К сожалению, Владимир Владимирович уже нет, сын работает, Михалюки, Николай, Михаил. Вот, поэтому многие династии работают. Каждый хороший специалист здесь на вес золота, его трудно заменить. И, наверное, совсем не случайно рыба из Шапариевского, сазан, толстолобик, белый амур известна на Кубани и пользуется заслуженным спросом. Есть тут и цех готовой продукции, где производится вкусная вяленая рыба, а также горячего и холодного копчения. Продукция отличная, и ее очень охотно покупают кубанцы. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова